МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Добрый вечер. В июне 16-го года вы к своим многочисленным регалиям добавили еще и звание телеведущего. Идете, шоу, ток-шоу своего имени, Афетисов. Мне интересно, что самое сложное в этой профессии для вас, в профессии телеведущего? Удивительный мир, во-первых. Нет, могу тебе позавидовать в плане того, что это что-то такое, что, в общем, но и я уверен, любому ведущему интересно сама по себе. Я же на это не учился, и для меня это было предложение довольно-таки такое неожиданное. Я говорю, ну да, попробуем. Попробуем, что получится. Ну и уже больше 20 программ записано. Вот в этот мир погружаешься, в нем хочешь расти, совершенствоваться. Вот, поэтому, ну, мне интересно. А что-нибудь из предыдущего командного опыта, все-таки там, не знаю, там, человек был министром, там, тренером, капитаном сборной, может пригодиться? Или наоборот, телеведущий – это человек, который должен быть игроком, которого тренируют, которого продюсеры воспитывают. Вот, вот, какое здесь положение? Он реально ведущий или нет? Или он ведомый на самом деле? Ну, и я думаю, вот в моем понимании, да, что-то связанное с психологией, ну, я уверен, что руководитель любого уровня сегодня – это, прежде всего, психолог. Человек, который знает, он должен быть профессионален, должен знать эту тему досконально, желательно, да. Вот, и говорить нужные слова в нужное время, в нужном месте. То есть, ну, мне кажется, это одно из главных. Кстати, про технологии. Вот, скандалы с Мельдонием, со всеми этими допингами заставили меня подумать, а в советские времена, когда, ну, наш хоккей был, там, номер один, не было в западной прессе публикации, что коммунисты там что-то изобрели, какие-то допинги, какие-то технологии. Как объяснялся вообще успех… Это надо кино посмотреть, как раз на армии, который снял американский продюсер, Гей Польский, кстати, все приписывают авторство мне, но так получилось, что я отказывался поначалу, а потом он все-таки что говорил меня, и в итоге получилось, что моя история, в общем, стала одной из главных в этом фильме. Да нет, это четырехразовые тренировки, это колоссальная самоотдача, это важность того, что у тебя на груди, все-таки же командный вид спорта предполагает, в общем, играть друг на друга на команду. Это амбиции, которые ты должен посвятить интересам команды, дел. Это много то, что связано, в общем, с образом жизни. Мне кажется, что в советское время мы выигрывали практически во всех видах спорта, игровых, даже в футболе в свое время, пока политика не мешалась в это дело. Внутренняя политика, не внешняя, а внутренняя. И это говорит о том, что игровые виды спорта – это отражение состояния общества. Мне так кажется, не знаю, можно, конечно, на тему целую программу сделать, но вот мне так кажется. И, конечно, в то время об этом никто не говорил. Сегодня за счет того, что это стало настолько публичным, дорогим, востребованным, в общем, раскрываются всякие моменты, которые, в общем, раньше, наверное, никто об этом не думал. Хотя, если вспомните скандалы с Германской Демократической Республикой, когда там женщины… Меня даже в шок это все приводило. Да, такая межполовая форма приводила, думаю, но смысл вот этого всего, ради чего? Спортсмен я прожил в спорте долго, и ты понимаешь, что купленный результат, он слишком дорого стоит. Результат, который, не дай бог, договорной какой-то, но это ни о чем. Он никогда не остается ни в памяти, ни в людей, ни в истории, нигде. Поэтому я думаю, что… Ну, в Восточной Германии, там же действительно была вот эта история с гормонами, там же действительно вот… Ну, судя по всему, да, они… Это видно было просто, да. Мне кажется, это идет малые формы любого изма, да, они иногда превращаются в какую-то уродливую форму. Да, я там слышал, что те же управленцы, которые руководят в низком партии, там, ГДР, Болгария и так далее, они были более, так скажем, деспотичны и более, так скажем, жесткими, жестокими иногда по отношению, допустим, с лидерами страны, в которой мы с тобой родились. Поэтому, ну, наверное, хотели показать какое-то свое величие за счет того, что у них были технологии, которые они решили применить на людях и обмануть весь мир. Ну, не знаю, насколько, то есть… Вот футбол был упомянут. Это правда, что во время беседы с министром обороны Язовым, когда Фетисов написал рапорт и пошел к министру увольняться, Язов что-то про футболиста сказал, когда он по телефону насчет формы говорил, то есть он даже… что он не был фанатом, как вся страна, хоккей, или для него футбол и хоккей лежали на одной полке, что это вот за история? Знаешь, вообще, вот эти большие начальники советские, они очень неоднозначно к спорту относились, вот, они считали, что это что-то такое, да, хотя они использовали это как свой инструмент, так скажем… Нет, но они же все были болельщиками, я считаю… Ну, я еще раз, я с уважением отношусь к министру обороны Язову, и могу сказать, что он просто не владел ситуацией, мы доложили то, что, в общем, доложили те, кто, в общем, хотел другую информацию ему донести, поэтому я еще раз говорю, у меня претензий никаких нет, я понимаю, что для него это было, ну, в десятом, может, двадцатом делом, вот, но сам факт того, что вдруг вот пообещали офицеру уехать и проблемы все переложили на министра обороны, конечно, это для него вызвало некое раздражение, он взял труп, я говорю, а что ты хочешь ехать? Ну, а то уехать, а какие-то деньги придут, компенсация, вот, у нас и формы нет, и вообще даже коньки и клюшки купить не на что. Он такой спрашивает у Тихона, да, он говорит, тот, да, говорит, и он так берет трубку интенданту, ровно звонит, слушай, говорит, там говорит, что у этих футболистов денег нет, чтобы купить клюшки, и это, товарищ министр обороны, у него футболистов, хоккеистов, говорит, у футболистов, у хоккеистов. Это был 88-й? 89-й год. Но мне казалось, что все вот эти проблемы, они начались уже все-таки в постсайдское время, неужели уже в советское время бывали проблемы с экипировкой, с инвентарем? Да, я думаю, что это началось где-то в середине 80-х, ну, если бы мы не играли в сборной стране, где там дополнительные были какие-то возможности, то, ну, вот, мы получали клюшки по рекламным там всяким договорам, договоренностям, договоров не было, вот, ну, порядка там, я вот, когда начал уже с лучшим защитником, мне там где-то порядка 100 клюшек фирму присылал, вот я раздавал ребятам, которые мне играли в команде, которые мне подарили в сборную, вот, приходили ветераны, там, я сам Павлович Рогулина, еще играли за ветеранов, ой, говорит, Слав, а ключик, конечно, Павлович возьмет. Нет, я думаю, что коньки тоже, там, одни коньки на сезон выдавали, ну, это целая история, и поэтому не случайно они начали первых, кого продавать, еще в середине 80-х, во-первых, футболистов, по-моему, начали продавать. Вот, та же история, выезжали, Катрак забирали, они получали, там, по тысяче долларов, если, ну, в эквиваленте, там, той валюты, где они выступали, да, и вот я помню, что мы приезжали, ребята, футболисты, известные, не буду называть и вина, вот, приходили к нам, там, на игры, и я говорю, ну, как жизнь у нас, я говорю, ну, что-то тут копим, мы же все копили, чтобы, ну, дипломаты копили, чтобы приехать машину купить, и спортсмены, представляешь, ты отыграл карьеру, поехал, деньги все забрали у тебя, давали тысячи долларов, они говорят, я вот забор вчера красил у соседа, он мне, говорит, ты платил, ну, представляешь, это же даже какая-то такая унизительная форма вообще всего, вот это, ну, непонятно, и то же самое предлагали нам, я сказал, нет, это не то, что там разговор о деньгах, просто вот ты едешь, и все понимают, что ты статусный человек, а ты будешь экономить на еде, чтобы что-то сэкономить и что-то купить, поэтому здесь такая история получилась, не конфликт тренера-игрок, что в прессах старалась представить публике, а именно с системой человека. Ну, вот, мне кажется, что если бы не было этих запретов всех, ну, вот то, что человек не мог просто поехать на работу по приглашению, потом вернуться, то есть если он уезжал, он либо должен был бежать, либо уезжать вообще с концами, может быть, и страна бы осталась бы, мне кажется, что люди просто вот не хотели жить за, там, за забором, за железным занавесем, как это называлось. Понятно, но я думаю, что востребованность именно вот работы на Западе в то время она не была такой большой, я думаю, и был смысл открыть эту всю историю, ну, и, другой стороны, это имиджевые темы по-любому. Ну, да, конечно. Ну, это же, мы же понимаем, что было имиджем советской страны за границей, да, то, что имело мировой уровень, да, то есть хоккей, космос, балет. Балет, да, ну, и все эти коллективы народного творчества, которые не имели нигде примерно аналогов, да, вот, конечно, они вызывали восторг, если бы никогда не забуду, когда народного 87 в Кребеке, хор Александрова, ну, пока выстраивался, там, минут пять, наверное, выходили на лед, как дали гимн Советского Союза, мы у всех просто, ну, мурашки по коже. Ну, это же тоже такая вещь, которая пропагандировала. А с другой стороны, ну, почему, пускай люди зарабатывают, есть тогда некое стремление отдать ребенка, поддержать его, ну, для того, чтобы он был конкурентно способен. Мне кажется, много то, что вот это на запрете в итоге, в общем, и сломало эту систему, в которой жили наши родители, бабушки, дедушки. А как вы в качестве практикующего политика и общественного деятеля относитесь к тезису, что сейчас наша страна тоже идет по пути, который может закончиться изоляцией? Ведь многие пишут, что мы сейчас вот вернемся к моделям Советского Союза, когда страна была изолирована, когда никто никуда не выезжал, никто к нам не въезжал. Возможно такое развитие событий? Я считаю, что тут нельзя делать ни в коем случае. Ну и тот же вариант, если брать мою тему, да, в которой я очень хорошо разбираюсь, ну и самоизоляция, она, в общем, приведет к деградации, это 100%. Вот, все, что сегодня в мире имеет, ну, капитализацию, так скажем, да, имеет, так скажем, конкуренцию. Ну, то есть за счет этого все и движется. Вот, а я думаю, что наоборот. И мы это уже понимаем, что те ребята, которые многие поработали уже за пределами страны, им надо создать условия, чтобы они возвращались. Это так делает сегодня Китай тоже. Мало того, они субсидируют образование детей сегодня во всех мировых топовых университетах. В общем, большой процент китайских студентов, которые получают поддержку государства, потом, в общем, они обязаны вернуться. Вот. Ну, это, как бы, одно из видений. Я не думаю, что это должно быть такой догмой. Но в любом случае мы не имеем права сегодня думать о том, что, в общем, самоизоляция даст нам какие-то преимущества, даже вот внутри и все, что происходит. Ну, а с другой стороны, интернет, вот это все, что происходит сегодня в плане глобализации всего, ну, наверное, сложно сегодня что-то спрятать. Такая вот неполиткорректная тема в Китае прозвучала. Я помню, еще лет 15-20 назад говорили, что азиаты вообще не умеют играть в хоккей. Ну, вот как-то нет совершенно у них к этому... Есть под этим рассуждением какой-то здравый смысл? Или это теория российского плана? Ну, какую мы игру можем взять, которая в Азии очень популярна? Да, ну, волейбол, допустим, да, очень интересная игра, но она без сопротивления, так скажем, ну, контакта, так называемого, да, то есть за счет схем на игрных комбинациях и так далее, за счет повторения. Вот, но все остальное, конечно, повторения важны, но там творчества должно быть больше, да. Я вот еще раз, наверное, ну, тоже футбол, хоккей, тоже баскетбол, это, в общем, помимо всего прочего, схема-то еще импровизация, это личностное мастерство, это, опять же, амбиции твои в интересах команды, ну, и так далее. Мне кажется, это все равно, это вещь воспитываемая, и я уверен, что если Китай тоже сейчас займется хоккеем, то, ну, 20 лет пройдет, и мы увидим, что они, в общем, научатся взаимодействовать, у них появится, может быть, свой стиль какой-то, китайский хоккей. А китайский хоккей? Сейчас это звучит, во всяком случае. Ну, да, но у меня где-то для действия назад, когда я озвучил, что в КХЛ, когда мы ее создавали, со временем будут играть китайские, корейские и японские клубы, но все смеялись тоже, было смешно. Вот в этом году уже, как факт, произошел, но я думаю, что очень спешно все это делалось, непродуманно, и я думаю, что это может навредить больше, чем продвинуть это дело. То есть к этому нужно было готовиться, не в последний момент всего тогда, а это нужно было бы плавно, в общем, приводить в соответствие на тот уровень, который был бы людям интересен, который по-прежнему считает хоккей – это некая экзотика. То есть иногда, в общем, куда-то привел с команды, а она сразу вот в Владивостоке. Вот мы с Сергеем Дарькиным, с губернатором в то время посидели, и мы говорим, слушай, вот выгнали луч из высшей премьер-лиги. Люди очень болезнен к одному окну. Если что, понятно, неудобство спортсменов летать, а с другой стороны люди же там наши. И как раз вот спорт, я подумал, что как раз может быть той картой, на которой можно посмотреть, ага, у нас здесь есть адмирал, здесь у нас есть сказ Санкт-Петербург, и вот на карте хоккей, оказывается, страна вся представлена. И даже те неудобства, которые есть, но они преодолимы, здесь ничего страшного нет. Вот, и построили стадион, привезли команду, она стала самой востребованной командой. То есть, история не была, как таковой, да, а хоккей прижился сразу. Но это уже нужно было прочувствовать ситуацию, понимать, насколько людям вот это будет дорого, важно, и они будут это поддерживать. Раз уж мы про технологии говорим, я вот что еще подумал, мы же про уши говорили на льду. Ведь совершенно невозможно, да, играть в хоккей в очках. Раньше, вот сейчас-то есть линзы, да, понятно, человек может в линзах выйти на лед. А раньше как эти вопросы решались? Вот, как вот... Кстати, один чехословацкий хоккеист играл в очках. В очках играл? Действительно? Я не помню такого. Да, играл в очках, такие, как у тебя модные очки, или сегодня с круглыми очками. У всех здесь модные очки. С круглыми этими самыми... Ой, я такого не помню. Да, да, был, я сейчас не вспомню фамилию, да, был защитник, он играл. Вот. Фильм «Балдрис», он каким-то образом линзы эти находил в то время. Но мы тут как-то играли, бач, ну, такой, в рамках ночной лиги. Ну, и что-то я выхожу из-за своих ворот, под дальнюю синей линию, Паша Буре один на один отдал, вот так вот забил, приезжает на лавку, он такой, дядя, говорит, мне давно таких пасов не давали. Я говорю, представляешь, Паша, я еще без очков. А когда очки, кстати, возникла необходимость. Ну, вот на лавку встал, когда, после, ну, я в 40 лет закончил, и сразу меня уговорили стать тренером, чему бесконечно рад. Точнее, я не думал, что мне это будет интересно, на самом деле уникальная профессия. Настолько я в него влюбился, это особенно на современном уровне в команде, где, и в той системе, где тренер назначает, чтобы быть уволенным, независимо как, да, то есть, какой бы результат ни был, тебя уволят. Кстати, мы, вот 4 сезона с Ларри Робинсоном тренировали, не Джерси Дэвилс, да, в полуфинале вылетели в первый сезон, в второй сезон вылетели Кубок Стэнли, в третьем сезоне играли в финале, в седьмой игре проиграли, постараешься, самое обидное поражение в седьмой игре, ведя в счете 3-2 по серии. Вот, и в четвертом сезоне уже, ну, когда два года подряд команда играет в финале, в общем, напряжение серьезное, где-то к Новому году были 50% очков, и нас, в общем, уволили. Вот, но на самом деле полюбил профессию, насколько вот ты люди, которые перед тобой сидят на лавке там, с большими контрактами, ты понимаешь, что ты их можешь помочь, только будучи профессионалом, будучи авторитетным человеком, знающим свое дело, психологом, который знает, что сказать, как сказать и когда сказать. Ни в коем мире никогда никого не осуждать, особенно публично, по отношению к тому, что ты мог сделать, а он не может. То есть, это вещи, которые очень многому учат, ну и, конечно, рабочий день, 2 часов в сутки. Это анализ, это подготовка, это опять анализ, опять подготовка. Но когда ты видишь результаты, когда на лед вываливаются эти 20 пацанов, мужиков, радуются, как пацаны этой победы, ты понимаешь, что вот весь мир на них смотрит, а сюда попасть по блату нельзя. Этот кубок или чемпионат, олимпийские игры, могут только те, которые имеют талант, умеют трудиться, умеют расставить приоритеты. То есть, это какая-то вещь, которая... И мне не было... Вот я сидел на лавке, на следующий год я стоял за лавкой. То есть, у меня... И я увидел как раз вот этот промежуток времени, важный для меня, там, с формацией. Оказывается, есть две стороны. Мы начали, кстати, первую часть с двух сторон, потому что, ну, когда говорили про телевидение, и закончили первую часть тоже с двух сторон. Ну, во второй части поговорим о концептуальных вещах. Вот что мне интересно, какова в роли биографии каждого из нас, любого человека, доля случая. Вот. Есть предопределение, что человеку суждено кем-то стать, он и станет. Или все-таки это набор каких-то случайностей. Кого-то он встретил, куда-то пошел. Случайность тоже бывает закономерная, я так думаю. Ну, вот. Ну, я вообще в судьбу веру. Вот это, собственно, и был вопрос. Я точно знаю, что сказки народные, они тоже не просто так были придуманы, да. То есть налево пошел, направо пошел, прямо пошел. То есть ты каждый раз что-то делаешь, ну, делаешь выбор, да. Конечно, можно обратно вернуться, но это иногда занимает время, иногда, в общем, уже не хочется. Ну, и кто-то тебя еще больше запутал в этой истории. То есть как только ты нашел гармонию с самим собой, как только ты в начале своего жизненного пути получил поддержку родителей, которые должны чувствовать, вот, ну, куда его направить налево-направо, то я думаю, что там уже все зависит от тебя. Дело случая, но это, наверное, это некое испытание, мне так кажется. Вот я попал в тот же детско-спортивную школу ЦСКА с третьего раза. В большом счету, в общем... Ну, это, значит, не случай, потому что это была воля. Значит, это, даже не воля, это, наверное, желание, и это мне доставляло радость. И я даже не думал, ну, что, ну, не попал я в ЦСКА, будет ли мне хоккей меньше доставлять радость, я об этом даже не думал, мне было там 9-10 лет. Вот, а когда вот ты попал, ты понимаешь, что вот это то, что должно тебе, в общем, по-прежнему как-то вот стимулировать. У тебя есть установка на жизнь, там, отец говорил, сынок, ты должен хорошо учиться, чтобы выбраться там из бараков, где ты родился. То есть установка на жизнь по жизни была, да. А все остальное это сопутствующее, так скажем, тому, что происходило вокруг тебя и то, что тебе, в общем, было интересно. Вот, но как только ты принимаешь решение о том, что тебе это надо, это совершенно другая история. То есть ты же должен понимать, что теперь, чтобы стать успешным в том, где ты хочешь дальше жить, состояться, то ты должен уметь расставить приоритеты, ты должен уметь пахать, ты должен компромиссы все, в общем, ставить в сторону. И это уже совершенно другая история. Но в любом случае, вот, и слышать голос или посыл какой-то там, он разный бывает. Вот, мы же говорили насчет звездной болезни, да. Ну, конечно, это вещь, которая очень тяжело переживается. Ну, так случилось, что я уже 20 лет стал лучшим защитником в мире. И орден, и машина, там, и квартиру однокомнатную. В то время какая-то мечта была неизбыточная. И бум, и сразу сигнал сверху. Мне так показалось, да, парализованный, пацан, 20 лет, без всяких перспектив. А из-за чего это было? Это переохлаждение какое-то? Это травма, переохлаждение, все вместе. Когда у меня два диска выпали, в то время это такая была очень сложная история. Вот, и точно, чтобы была операция, то я бы уже не сидел здесь. Я читал, что переохлаждение, как раз, что именно в этой роскошной белой Волге, она не заводилась зимой. Мы ее, да, толкали, катали. Это как раз та зима, когда было что-то под 40 градусов. Вот, и все это вместе. И потом перелет долгий, автобус, и потом, видно, заклинил. Вот, и вот это испытание, которое ко мне выпало, да, как раз мне переформатировало быстренько. Вот, на все остальное, все-таки, что это проходящее, приходящее. Вот, и любой успех. Там же прогнозы были, по-моему, врач сказал, что... Все, даже как ходить, ну, если ты будешь ходить, то... То есть, ну, про лед, там, и про... Ну, забудь про хоккей, про все. Конечно, мне это стимул могло, серьезно. Я помню, у него там что-то бросило, или пепельница, или стакан какой-то, в общем. У врача? Да, на полковник такой зашел, холеный весь. Не знаю, как он вообще мог такие вещи произнести. Вот, но это было, на самом деле. И меня разозлило. И хотя я даже не понимал степень проблемы, которая была, но появились люди, которые подстали мне плечо, которые, в общем, помогли мне. Ну, это два доктора. Один доктор ЦСКА был, Олег Маркович Балаковский, и Яков Михайлович Коц, который в то время называл кафедру в Институте физкультуры, который придумал аппарат Коцы. Сегодня весь мир пользуется, видно, он в свое время не сумел получить лицензию. Вот, это такие электростимулирующие технологии, которые позволяют закачивать мышцы без усилий. То есть он понял, что вот организм здоровый. Ну, хочу такие. Вот, если правильно все построить, то есть он за счет того, что начал стимулировать мышцы глубоко, которые сидели, они начали выталкивать диски на место. И вот я через два месяца уже вышел в налет первый раз. То есть, хотя это как бы было запрещено, тем более я лежал в военном госпитале в Орденке в то время. Ну, как-то договорились с Олегом Марковичем, что он был начальником диспансера ЦСКА. То есть он вечерами приходил, когда уходили врачи, в общем, вот эти все процедуры со мной проводил. Не, ну, это ведь свидетельство, очевидное совершенно наличие воли. Потому что какому человеку дашь установку, он скажет, никогда ты не будешь ходить. И он и не будет ходить. То есть он пепельницу не кинет, он примет это, потому что ему это говорит полковник. Человек, который лучше разбирается, чем он сам. Меня интересует, были ли в жизни такие люди, в которых надо было кинуть пепельницу, а рука не поднялась по той или иной причине? Были ли это такого рода? То есть пепельница всегда летела туда, куда надо? Ну, стараешься не допускать людей до этого. С другой стороны, конечно, такая вещь очень интересная. Характер формируется, он по мере того, что с тобой происходит. Я точно знаю, что я очень рано понял, что первый шаг с верхней ступени педестала подсчета ведет вниз. Если этот момент ты не поймешь, что вот эти слева и справа, второе и третье место, которые ты ненавидели во всей этой церемонии, и хотят на твоем месте быть, ты не поймешь, что нужно будет в 10 раз быть сильнее и в 100 раз более уверенным в себе, то ты туда больше не вернешься. И у меня родилась такая фраза, которая говорит, что лучшая победа может быть очередная победа. Даже не следующая, а очередная. Поэтому это формирование характера. Это понимание того, что товарищ рядом с тобой – это твой самый близкий, надежный друг, партнер. Что вместе мы можем многое, что, в общем, какие-то зазнайства, какие-то там вещи, связанные с разрушением вот этого уклада, который нам несет этот успех. Ну, я стал капитаном команды очень рано, в 24 года. Вот, какая-то ответственность на меня свалилась. То есть, попробую, если мы договорились о том, что с сегодняшнего момента мы готовимся к Кубку мира, к Кубку Канады, к Олимпийским играм, чтобы кто-то там нарушил спортивный режим, ну, голову бы оторвали бы точно сами, без всяких там тренеров и так далее. То есть, ну, тоже вещь такая, она складывается за счет внутренних ощущений, понимания того, ради чего ты все это делаешь. Чего ты 11 месяцев в году сидишь на сборах, решенный вообще всего, известный, молодой там, все у тебя есть. И вдруг ты вот сидишь за этим забором, как проклятый, да, и ты должен от этого какую-то еще пользу получить. Иначе это вообще полная деградация произойдет. И вот в этом фильме, опять я к нему возвращаюсь, этот парень-американец, который хотел, в общем, раскрыть душу советского хоккеиста. Откуда они взялись, что вот их всех объединяло, и почему они вот так играли, как никто. Вот, конечно, это интересный вообще посыл. То есть, глазами западных молодых людей, которые в свое время видели, влюбились в нашу игру, но вот понять, на самом деле, что происходило, это было очень интересно. А что происходило с четырехлетним Петисовым, когда ему предложили, вернее, сказали, что он будет капитаном, а он сказал, что он не будет капитаном. Я вообще не очень понял, как вот с дисциплиной было-то у армейских. Вот, разве можно было отказаться, возглавить сборную? Ну, первое, то он будет коммунистом, то он должен был быть женатым, то должен быть морально-эдеологически бла-бла-бла. Характер энергический, да. Так что, что там происходит? Я не был коммунистом, не был женатым. Я был 24-летним пацаном. Ну, и это же номенклатурная история была. Я же понимаешь, что сперва это было утверждено в цех, а потом уже донесено в цех. Ну, Тихонов приехал, говорит, вот поздравляет, тебя утвердили капитаном, я говорю, не буду. Вот ты сумасшедшая, я говорю, да? Почему это? Я считаю, что у нас есть более старшие товарищи, которые заслуживают это высокое звание, поэтому нет. То есть, почему? Потому что был какой-то напряг и... Не, наверное, не в этом же, я думаю, что... Из-за чего? Вот я хочу, вот пытаюсь понять. Не было уверенности? Нет, нет, уверенности у меня полно было. Мне казалось, что назначенный капитан – это не тот капитан, который выбранный. А в Америке там капитанов выбирают? Вот как в Америке было? По-разному, но вот Стив Айзерман стал с первого года капитаном в Детройт-Рэдвингсе. Единственный случай в истории спорта мирового. Всю свою карьеру отыграл в одном клубе и был капитаном с первого года. Но там, видно, эта коммерческая история сработала. Все-таки молодой парень, вокруг которого должна была построена успешная команда, в перспективе, в общем, такой ход был. Я понимаю, что если было бы голосование, 19-летний пацан, он точно надо бы. Ну, опять же, мы говорим о нашей традициях. И мне показалось, что представление было, потому что я в команде вырос 10 лет, что капитан избранный или выбранный более легитимен, чем тот, кто назначен. Ну, в плане морали. Ну, логично, да. Хоть один человек по ощущениям в команде был недоволен тем, что такой молодой. Да не знаю. Все-таки в этом возрасте там каждый год имеет значение. Ну, изменение имеет значение. Ну, вот то, что писала западная пресса, что они говорили, что теперь с этим званием он потеряет свою вот эту вот необычность, да? То есть дерзкость какую-то, вот эту вот необузданность и все, что с этим связано. Вот именно относительно игры и хоккей как таково. Ну, в общем, во всем остальном я понимаю, что капитан – это такая вещь, в которой приклеена тебе вот эта вот буковка, да? Это колоссальная ответственность. То есть ты даже больше думаешь не о себе, а о том, что происходит вокруг. И, конечно, ты имеешь моральное право только тогда, когда ты имеешь авторитет в команде, и бежишь первым, и прыгаешь больше всех, там, и поднимаешь не меньше других. Вот пример, и вообще капитан – это тот человек, который может спросить, рябкнуть, если надо, уже неважно на кого. Вот, и даже в нашей «пятерке», где у нас была удивительная гармония, мне кажется, да, иногда вот приходилось это делать, и ты понимал, что ты его обидел, своего брата, друга, и я понимаю, что по-другому ничего бы не получилось. То есть, конечно, потом садимся за стол, в общем, как-то стараемся вывести отношения, но в любом случае это та вещь, которая тоже ответственна сама по себе и по отношению к тем ребятам, чем капитаном ты являешься. А рябкать с применением ненормативной лексики, естественно, да? Самый доходчивый вообще инструмент. Приходилось, кстати, во время игр в Канаде или вообще в Северной Америке на льду использовать доходчивую речь? Ну, ты говоришь, что вот мы только попали в 89-м году, и вот вся эта лексика стала таким, в общем, новым брендом, что национальные какие-то легенды. Ругались все, ругались все поездки, да. А вот как… Еще я в карты начинал играть в русскую игру. Каким образом? Ну, карта в Северной Америке, какая русская игра? Нет, такая храб была играть, 4 листа. В общем, ребята приезжали без зарплаты, иногда с поездки. Она тоже с психологией была связана. Но ведь впервые был напряг, насколько я понимаю, с появлением русского в команде. И ты знаешь, вот ты в команде вырос, когда ты заходишь в раздевалку, и ты понимаешь отношение к тебе, есть здесь команда или нет. Ты чувствуешь, что ты здесь чужой. Это очень тяжелая тема. Вообще, ты понимаешь, что надо идти воевать, а воевать оказывается не с кем, и тебе в любой момент много подставить, что и происходило поначалу. Представляли на льду? Представляли. Ну, там, спину прикрыть, там, я не знаю, там, открыться вместо того, чтобы закрыться, или наоборот. То есть, ну, это вещь такая чистая, интуитивная. По одной вообще причине, что ты родился в Советском Союзе. Такая вещь, которая, ну, холодная война не закончилась еще. Большой Нью-Йорк – это как раз антисоветская пресса, это все, что связано с этим. Вот, поэтому, не просто было, здесь было два выхода, или обидеться уехать, или доказывать то, что они не правы. А разве была возможность обидеться, их там же контракт, по-моему, достаточно? Ну, ничего, собрался. То есть, была возможность без выплаты каких-то неустойок? Нет, никакой неустойки нет, ты просто прерываешь контракт. Ну, всегда эта возможность есть. Ну, в общем, выбрал второй путь. Через год-два уже все стало намного проще. К сожалению, единственное, что время бежало впереди тебя. Вот, и этот Кубок Стэнли, который поначалу тебе, в общем, ну, был ни о чем-то. Олимпийский чемпион, двукратный, семикратный чемпион мира. Вот, оказывается, тоже в этом есть некий смысл. И уже, занимаясь этим делом, захотел и этот опыт испытать. Конечно, это совершенно другая история. А вот когда возвращение случилось в Москву, уже в качестве министра, тоже ведь, наверное, не все были рады. То есть, там были не рады по одной причине, а здесь ведь, наверное, не все энтузиазм испытали совершенно по другим резонтам. Ну, да, но у меня карьера хорошо бы сложилась, я точно знаю. У меня уже было три предложения стать главным тренером национальной хоккейной лиги, и до сих пор ни один европеец это предложение не получил. А с другой стороны, это то, что, в общем, та ответственность, которая на меня выпала. Вот, после разговора с президентом нашей страны, в общем, когда он сказал, что, ну, давай, пора возвращаться, конечно, это поменяло вообще все, все в моей жизни. Ну, значит, это разговор с того, что новый опыт обретен работой на телевидении, поэтому завершающий вопрос в сегодняшней беседе будет такой. А в телевизиончик вообще от журналистов, что самое обидное приходилось слышать? Вот читать о себе, смотреть, что было самым несправедливым и неприятным? Потому что приятного-то много всего хорошего. А вот чем обидели? Грамотные, профессиональные люди никогда не позволяли себе каких-то вещей. Обычно какие-то шавки, они везде есть, которые хотят что-то там из себя представлять. Ну, пытаются что-то, постоянно что-то там выдумывают. Но я точно знаю, что, в общем, все, что я делаю, да, то, что у меня отец учил все время, да, делать свое дело хорошо и все у тебя будет получаться, наверное, это мой такой принцип. Вот, конечно, у каждого есть своя позиция. И всем быть хорошим – это нереально. Всем не угодишь. Не угодишь – это 100%. Угождать и не надо. Вот, надо делать и жить так, как ты, в общем, считаешь нужным. Поэтому, ну, чтобы они не пытались, эти ребята там выдумывают, ну, это как-то появляется и пропадает. То есть, ну, не знаю. Я думаю, что здесь обижаться-то, ну, и смысла нет. Я уже точно понимаю, что… Надежных воду водят, как он говорит. Ну, я понимаю, что есть семья, есть там друзья, которые иногда это зачитают, там какую-то историю начинают умение абстрагироваться и двигаться вперед, чтобы это тебя ни в коей мере никаким образом не выбивало из оседла. Наверное, это тоже приходит с возрастом. Никуда от этого не денешься. Ну, слушай, ты публично находишься в этой плоскости, начиная там с 17 лет. И много что происходило. И попасть под каток советской прессы в конце 80-х годов, в общем, заодно то, что ты хотел защитить свои права. Права, оказывается, в тех, кто хотел новых перемен. Прежде всего, в отношении человека как личности, ну, это нужно было тоже пережить, это нужно было тоже, в общем, как-то не поломаться. И все остальное – это, ну, желтая пресса Америки, ну, это все. Тоже доставалось там, да? Ну, говорили, что приехал советский майор. Сейчас деньги все отправят туда коммунистам, они очередную бомбу сбросят на Нью-Йорк. Вот мы будем все здесь ходить, ему хлопать, а оказывается он… Ну, что я могу пожелать, чтобы шапки не попадались на пути. Большое спасибо. Спасибо, Женюс, приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова